Сергей Александрович Есенин Сергей Александрович Есенин родился в селе Константиново, Рязанской губернии. Фамилия Есенин русская, коренная, в ней звучат языческие корни «Овсень», «Таусень», «Осень», «Связанная с плодородием, с дарами земли, с осенними праздниками», писал Алексей Николаевич Толстой. Родители Есенина были крестьяне. Его дед держался суровых религиозных правил, хорошо знал священное писание, помнил наизусть многие страницы Библии, жития святых. Он любил внука. «Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю», – вспоминал Есенин. С народным творчеством знакомила его и бабушка. Она рассказывала сказки. Мальчик жил свободно и беззаботно. Он не был знаком с ранними тяготами труда. «Детство прошло среди полей и степей», – писал он. Есенин был одарен ясным умом. Он учился в четырехклассном училище и уже там декламировал стихотворения любимых им поэтов – Кольцова, Некрасова, Никитина. В селе Спас-Клепике он закончил учительскую школу, в которой стали проявляться его поэтические наклонности. Там начался его творческий путь, проходивший под сильным влиянием народной поэзии стихотворений Кольцова, Некрасова и так называемых крестьянских поэтов – Никитин, Суриков. После окончания школы поэт отправился в Москву. Там он вскоре стал посещать литературно-музыкальный кружок имени Сурикова. С этого времени Есенин постепенно становится известным поэтом, который всем сердцем, нежно и трогательно, любит жизнь. Ему дороги и одинокая собака, и дряхлая старая кошка, и каждая птица, и вся природа – от черной земли до солнца, луны, ветра, светящихся на небе таинственных и манящих звезд. Он знает, как живут, что думают и чувствуют – чибисы и коноплянки, березы и осины. Поэтому и свою собственную участь Есенин не отделяет от судьбы природы. Поэзия Есенина необыкновенно лирична. Вся она – искренний, задушевный рассказ о своей жизни, о любви, о радостях и горестях, переживаниях, мечтах. Часто в стихах он обращается к самым близким людям – к матери и отцу, деду, сестрам. Поэт мысленно воссоздает картины родных мест, родительского дома, заливных приокских лугов, той сельщины, где жил мальчишкой. При этом в стихотворных посланиях он настолько сливается с природой родных мест, что сам он узнается в старом клёне, который стережет голубую Русь.